Здравствуйте, товарищи! В последнее время мне в личку пишут разные люди с вопросами или некоторыми утверждениями касательно специальной операции на Украине. Кто-то пишет с издевками, а кто-то с откровенной русофобской позиции. Я думаю, что по этому вопросу нужно поставить жирную точку. В своем материале, который я опубликовал 19 февраля, ну, на основании официальных публикаций в новостном поле, я предсказал начало спецоперации. Ошибся, правда, в сроках. Всего на два дня. Теперь на основании все тех же источников я попытаюсь описать свое отношение к происходящему, а также попытаюсь понять, что же на самом деле происходит на Украине. Я считаю, что действительно в данный момент происходит специальная операция, но не против украинских нацистов, а против нацистов всего западного мира. Судите сами, Украина оказалась буквально нашпигована разным вооружением и иностранными наемниками. Причем не только инструкторами. Буквально на днях практически во всех СМИ появился материал, автором которого является Хелл Брэнс. Он пишет о том, что США уже поставили на Украину треть своих запасов противотанковых комплексов «Джевелин». Подчеркиваю, что увеличив поставки, Вашингтон существенно исчерпал бы запасы на своих складах, а наращивание производства заняло бы месяцы или годы. По его словам, сказывается нехватка станков, квалифицированной рабочей силы и производственных мощностей. Можно же, конечно, не верить его словам, но если посмотреть на финансовый рынок, то мы увидим, что акции крупнейших поставщиков вооружения для Пентагона выросли в цене с начала текущего года. Lockheed Martin выросла на 25%. Акции других компаний из той же сферы, Raytheon, Norsham, Grumman и General Dynamics, выросли более чем на 15%. Президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал беспрецедентный характер помощи, которую его администрация предоставляет Украине в сфере обороны и безопасности. Общий объем бюджетных ассигнований на эти нужды уже превысил 2,3 миллиарда долларов. Причем 70% данных средств были выделены только за последние 5 недель. Союзники Штатов тоже не упускают возможности набить свои карманы. Как утверждают в Вашингтоне, с начала военной операции свою оборонную помощь Украины направили в общей сложности не менее 30 стран. Кроме самих Штатов, также в поставке вооружений и живой силе отметились следующие страны западной оси. Англия, Германия, Швеция, Финляндия, Испания, Греция, Норвегия, Дания, Чехия, Румыя, Португалия, Бельгия, Франция, Турция, Латвия, Литва, Австралия и другие. В целом Евросоюз финансирует покупку и поставку оружия в Киев на сумму 502 миллиона долларов. Также Канада дала заим Украине на сумму 394 миллиона долларов для самообороны. Как вы видите, мы имеем не просто специальную операцию против украинских нацистов, а реальное столкновение коллективного Запада против России. Причем Запад, судя по всему, заинтересован в затягивании конфликта, чтобы как можно больше нанести экономический урон не только России, но и самой Украине. Как это не прискорбно говорить, но Запад, по всей видимости, будет помогать Украине до последнего украинца. Заявление председателя ЦК КПРФ Зюганова под названием «либеральный фашизм» раскрывает свои зловещие планы, также подтверждает мои мысли. Геннадий Андреевич говорит о том, что Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам политики и безопасности Джозеф Боррель заявил, что противостояние между Украиной и Россией будет выиграно на поле боя. Так что в этой ситуации нам нужно, как говорит Цюганов, солидарность всех прогрессивных сил мира. Необходима также мобилизация всех духовных, интеллектуальных и экономических ресурсов России на отпор либеральному фашизму. Стране нужен новый курс на основе предложений КПРФ. Социально-экономическая политика российского государства должна претерпеть коренные изменения, чтобы не просто сорвать санкционную удавку, но и встать на путь импорта независимости и форсированной индустриализации, опираясь на творческие гений народа, на колоссальные природные ресурсы и производственный потенциал России. Наше будущее – социализм. На основании всего вышесказанного можно сделать определенные выводы. Спустя 30 лет правления либеральной клики в России, наконец-то у многих спали розовые очки, и Запад, перед которым мы лебезили, показал свой звериный оскал. Стоит отметить, что изначально Запад пытался в 2008 году провести такую же спецоперацию, но руками грузинских марионеток. Тогда этот номер не прошел, но сейчас их план успешно реализуется. Сильным мира сего не нужна ни суверенная Россия, ни Украина. Именно поэтому из братской страны был сделан проект «Анти-Россия», который сегодня омывается кровью не только военных, но и мирного населения. Рубикон пройден, назад у России пути уже нет. Впереди нас ждут все те же санкции и восстановление социалистического отечественного. Я думаю, что всем бывшим республикам СССР стало очевидно, что только вместе мы можем противостоять Западу, а по отдельности каждую республику ждет свой особенный проект «Анти-Россия». Если история современных политиков ничему не смогла научить, то, надеюсь, научат суровую реальность. Мир народам! Всех благ! Субтитры создавал DimaTorzok